Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу про журнал буфера обмена. Итак, журнал буфера обмена. Что же это такое? Есть такая интересная утилита, встроенная в Windows 10, которой почему-то не все пользуются, потому что, наверное, не все про это знают. Однако, очень полезная штука. Все мы пользуемся буфером обмена, нажимая на кнопочки Ctrl-C и Ctrl-V. Ctrl-C, чтобы скопировать текст, или какой-то фрагмент, и Ctrl-V, чтобы вставить. Но если мы копируем фрагмент, давайте вот посмотрим, как. У меня есть какой-то фрагмент текста. Вот выделяем его и нажимаем копировать, Ctrl-C. Мы скопировали этот текст в буфер обмена, а в Word, давайте создадим новый документ, мы вставляем этот текст из буфера обмена. Если мы скопировали другой текст, вот, с другого сайта, например, какого-то вот, возьмем, скопируем про китайских производителей. Ctrl-C, скопировали, вставляем, Ctrl-V, он вставляется у нас опять тот же самый, сколько бы мы Ctrl-V не нажимали. То есть, тот текст, который был раньше, мы уже вроде как потеряли. Но это не совсем так. Так, закроем Word и посмотрим, что же нам можно сделать. В Windows 10, если вы нажмете пуск или клавишу Win и кнопку V, то вы увидите вот такое вот окошко буфера обмена, которое напишет вам, не удается отобразить журнал. Почему не удается? Потому что у нас отключен. Давайте его включим. Здесь прям кнопочка такая включить. Включили. Таким образом включается буфер обмена. Мы видим, что он включен. И в нем есть последний фрагмент текста, который мы копировали. Как это работает? Вот давайте пойдем снова на сайт, на сайты на наши, и скопируем снова вот этот вот текст про советский канал, Ctrl-C. Если мы сейчас нажмем пуск V или Win V, мы увидим, что здесь уже два фрагмента у нас есть, да, буфера обмена. Вот опять Win V. Вот они, два фрагмента. И чтобы оперировать с каким-то из них, можно выбирать. Как это работает? Нажимаем свободное место, запустим Word. Вот наш новый файл. Мы, например, хотим в какой-то табличке из двух ячеек, из двух колонок, при каких-то условиях вставлять разный текст. То есть, например, вот в этой ячейке мы хотим вставить текст один, а в этой другой. Нажимаем пуск V или Win V. И видим, что у нас здесь два фрагмента. Вот так вставляем один сюда. А вот сюда мы вставим другой. Win V. Вставляем сюда другой. Видите? И таким образом здесь у нас появляется возможность оперировать несколькими разными фрагментами текста. Этот фрагмент может содержать не обязательно текст. Это может быть и какой-то текст с картинкой. Например, вот. Ну что тут? Давайте скопируем фрагмент вместе с картинкой. Например, вот такой вот. Ctrl-C. Перейдем в Word. И вот сюда хотим этот фрагмент вставить. Win V. У нас есть вот здесь вот отображается последний вот этот скопированный. Вот, видите? Он вставляет сюда вместе с картинкой текст. То есть фрагмент не обязательно содержит только текст. Причем при этом он форматированный текст. Видите? Хороший такой. Ну, как положено ему. Он содержит еще и картинку. Посмотрим на примере. Например, мы хотим сохранить вот такой фрагмент экрана. То есть скриншот. Как мы сохраняем скриншот? Мы нажимаем Alt-Print Screen, чтобы сохранилось только активное окно. Alt-Print Screen нажали. Теперь мы вот в эту ячейку хотим вставить наш скриншот. Нажимаем Win V или Start V. И видим, что здесь вот прям видно этот скриншотик. Клац в него. И вот он вставился. Так вот работает журнал буфер обмена, позволяя нам оперировать несколькими фрагментами, которые в нем находятся. Давайте нажмем Start V или Win V. И увидим, что вот эти вот фрагменты здесь находятся. Их можно пролистывать. К сожалению, вот это вот окошко буфера обмена нельзя перемещать по экрану, что не очень удобно. Но удобно что? Что вот, например, можно ненужный фрагмент, два буксира, нажать здесь и удалить. Можно удалить все, то есть очистить все фрагменты. А можно, что несказанно удобно, какой-то фрагмент закрепить. Чем он хорош? Этот закрепленный фрагмент, если мы его закрепили, и мы скажем, например, все удалить, то есть очистить все фрагменты, мы с этим закончили работать, этот у нас остался, он никуда не делся. Он здесь будет у нас торчать, пока мы его не открепим. То есть вот здесь вот не нажмем открепить. И тогда можно будет его удалить, и он уже не вернется. Вот в данный момент нам показывает, что буфер обмена пуст. Вот. Давайте посмотрим, как это можно применить, например, в почте. Если мы отправляем письма разные разным адресатам, то кому-то одному мы хотим отправить один текст, а другому другой. Давайте еще раз пройдемся по этому. Вот у меня выделенный текст, я его еще раз выделю. Выделяем, Ctrl-C. И вот в этом фрагменте у меня тоже какой-то текст, я вот этот выделяю, Ctrl-C. Да, и мы еще любим выделять скриншоты. Давайте вот Alt-Print Screen. Так делаются скриншоты активного окна, потому что Print Screen это общий экран. И мы вставим вот сюда. Вот мы можем уже, нажав Win-V, можем решить, что мы сюда вставляем. Вот этому получателю какому-то мы пишем одно письмо, а вот этому получателю мы пишем другое письмо. И мы ему вставляем, например, скриншот. Вот. Поэтому это очень удобная вещь, очень удобная тема. Рекомендую пользоваться, если вы вставляете разные фрагменты, тексты, картинок или чего-либо еще. Журнал буфера обмена вам в помощь. Он вызывает еще раз Win-V. Если он не включен, то при первом запуске вы увидите предложение включить его. Такой вот интересный секрет я хотел вам сообщить, рассказать про журнал буфера обмена. Надеюсь, было полезно. Если понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, о чем еще вам рассказать. Подписывайтесь на канал, поделитесь с друзьями. Всего вам доброго, до свидания.